Рецензия на книгу Татьяны Синдеевой «Басни». Толковый словарь баснописца. В некотором смысле басни Татьяны Синдеевой — это ретроспектива на те самые басни, которые родом из детства, в самом положительном смысле сказанного. Ах, можно ли не помнить любимые всеми лебедь, щука и рак, слон и моська, ворона и лисица, ставшие русским фольклором. Очевидно, что Татьяна Синдеева, которую ее собственная судьба регулярно испытывает на прочность, вполне правомочно писать подобные глубокие произведения со смыслом. Ее стиль можно назвать толковым словарем. Ведь в каждой следующей басне она раскрывает читателю очередную жизненную рекомендацию, что в целом относит ее творчество к полезной литературе. Нужно отметить, что автор пользуется интересными литературными приемами. К примеру, она использует метод перестановки словесных конструкций — инверсию. «Быть может, нам вернуться стоит, пока еще хоть что-то можем». «Но ты слабак. Скажу тебе я, друг, ведь ты же принял спор. Так и держи его. Не ной ты на меня, смотри. Ведь я ж бегу. Я стану первым, так и знай опять. А, впрочем, это не впервой». Это придает особую значимость сказанному и улучшает стилистику. Очевидно, что автор старается каждой строчке басни придать смысловую нагрузку. Таким образом, сюжет получается достаточно насыщенным, практически экшен. Другой авторский прием — метафора. В нашем случае аналогия автора перенесла человеческие межличностные отношения и различные жизненные ситуации на животный мир, при этом подбирая героев согласно их особенностям в природе. Например, в басне Индюк хвалился перед Индюшкой. Весь день Индюк перед соседкой тихо похвалялся. Ходил он к господинам. То так пером тряхнет, То хвост распушит яркий, Тяжелое свое надувшее тело, То красной бородой перед глазами потрясет, Звук издавая тошный, То в танце странном изойдется. Да так, как будто бьют его припадки. Индюшка молча на концерты все смотрела, Уже привыкла к странному соседу, Внимания не обращая, Делами занималась, Что были в распорядке. Нативная, естественная форма смыслосложения От Татьяны Синдеевой Это настолько легкий и приятный литературный концепт, Что читателю только и остается, Что делать правильные выводы И наслаждаться процессом чтения. Еще одна авторская фишка. Смысл каждой басни Совершенно неизвестен читателю в начале. Начиная читать, Он постепенно погружается в сюжет, Не ведая, что ждет в конце, Каков финал. Это однозначно подогревает Читательское любопытство. А в конце, к своему удивлению, Читатель обнаруживает, Что интересная история Картинно разворачивается в сюжет С философским смыслом, Позволяющим не только понять смысл, Но и сделать вывод, Проведя параллель со своей жизнью. Такое произведение оставляет Послевкусие, Когда еще некоторое время Читатель оценивает прочитанное, Усваивая значение авторской мысли. Продолжив свое творчество, Оттачивая авторское перо день ото дня, Писательница вполне может претендовать на то, Что стать мейнстримом. Татьяна Синдеева Отец-орел учил птенца полету. Отец-орел учил птенца полету. Тот все боялся высоты, падения, Ударов он боялся, О скалу разбиться Или крылья опалить на солнце. Он на краю гнезда стоял, Пуская слезы, Едва стучало его сердце, Представив жизни путь огромный, Душа вдруг заходилась от испуга. Отец птенца был очень мудрым, Не торопил его, Давал советы, понимая сына. «Скажи, отец, А если упаду, Что делать? Подняться, сын, Вновь устремиться в небо. А если упаду еще, Вдруг я крыло сломаю, Получу ожог, Что делать? И вновь подняться, сын, А если упадешь еще, Еще раз поднимись. Пойми, что переломы и ожоги заживут, Падения тоже не страшны, Страшнее, если душа полета не познает, Полета в данном ее теле, Мертва душа, Напрасен ее путь, Когда она не чувствует крыла, Не знает, Придя на землю шанс, Получив с небес, Не испытает чувства, Не познает. Напрасна жизнь, Что проведешь в гнезде, Боязнь окунуться в море счастья, Не тронуть солнца, Не коснуться облаков, Не пробежаться по земле ногою, Плывя по жизни длинному пути, Попробовать на вкус пространства. Поверь, сынок, Войдя в поток, Ты даже не почувствуешь Судьбы ударов. Взмахнул крылом птенец орел И прокричал с небес, Спасибо! Отец, спасибо! За твою любовь, За мудрость, За твое терпение! Нет ничего прекраснее крыла И безграничного пространства света. Душа, познавшая полет, Счастливый быть в гнезде Уже не сможет. Отец орел, Вздохнув всем сердцем, Покой в груди, В душе блаженства, Дитя любимое полет познала, А это значит, Что и я не зря рождался. Не просто так приходим мы на землю, Есть скрытый смысл бытия, Его увидеть. Полет души познай, Ты в человека теле Не отсидись в гнезде, Не потеряй момент.